добрый день друзья присоединяйтесь приготовим сегодня вместе пасту со шпинатом и рикоттой сразу хочу предупредить что рецепт на любителя в этом блюде будет явно преобладать шпинат так что если вы его особо не любите или никогда не готовили то приготовьте блюдо без него для приготовления у меня паста с цель рикотта шпинат сливки соль черный перец мускатный орех оливковое масло чеснок и кусочек сыра приготовление начинаю с того что ставлю вариться пасту к кипящую воду добавляю соль закидываю пасту и согласно инструкции на упаковке буду варить 5-6 минут чтобы паста получилось такого состояния аль денте пока у меня варится паста и подготовлю другие ингредиенты я мелко порезала чеснок разогреваю сковороду наливаю оливковое масло и отправляю туда чеснок затем я подготовлю шпинат я его промыла обрезала стебелечки и теперь нарежу чеснок уже хорошо отдал свой аромат и теперь я к нему отправляю шпинат тушу шпинат с чесноком буквально две-три минуты в это время в отдельной посуде смешиваю сыр и коту сливки добавляю сюда соль перец мускатный орех и хорошо перемешиваю между собой должна получиться вот такая однородная консистенция если соус у вас получается слегка густоватый то можно добавить ту водичку в которой варится паста и довести до такой правильной соусной консистенции теперь полученный соус отправляю к шпинату и даю им возможность хорошо соединиться между собой тем временем паста у меня уже готова и я ее отправляю к соусу нужно очень хорошо соединять пасту соусом со шпинатом и очень долго перемешивать чтобы получилась вот такая хорошая кремовая консистенция у всего блюда на этом этапе можно попробовать кому не хватает соли посолить поперчить добавить тех специй которые вы обычно добавляете которые вы любите я хочу внести в этот итальянский рецепт и маленькой такой азиатской нотки добавить чуть-чуть остренького перца это очень 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 вкусно ну конечно это рассчитано только на любителей остренького если не любите не добавляйте пасту выкладываю на блюдо сверху посыпаю сыром кстати сыр можно брать абсолютно любой я вот небольшая любительница пармезана поэтому здесь у меня обычный сыр гауда и кстати сыр можно всегда добавлять разный и всегда вкус будет получаться абсолютно разный вот такая друзья паста у меня получилось это невероятно нежное вкусное блюдо которое идеально подойдет для обеда берите друзья на заметку рецепт действительно достойный всем приятного аппетита готовьте друзья с удовольствием не отказывайте себе в маленьких радостях с вами была зина клим